Мы находимся на улице Брюсова в Казани. Во времена Казанского ханства на этом самом месте стояла деревня Бешболта, что дословно переводится как «пять топоров». Деревню то окружали сосны и дубы, и жили в ней прекрасные мастера – лесорубы, плотники, столяры. Казань тогда была сплошь деревянная, и работы умельцам хватало. Впрочем, свою деревню они прославили отнюдь не домами. Та древняя Бешболта стала предтечей современной Адмиралтейской слободы. Сейчас о селении Бешболта напоминают лишь эти немногие камни – все, что осталось от кладбища древней деревни. Была она могучей, быстро росла и развивалась. Первые упоминания о ней относятся к 15 веку. Люди там жили умелые, строили военные и торговые корабли. Рядом был лес и большая река. Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда. Судьба деревни изменилась после завоевания Казанем. Татарское население тогда было выселено, а земли переданы Зелантовым монастырюм. Но традиции судостроительства не были забыты, и в 1718 году Петр I издал указ о создании здесь Адмиралтейства. Мы находимся на территории Кировского района. Это улица Адмиралтейская. Здесь сейчас располагается несколько корпусов современных по адресу Адмиралтейская, 3. И вот примерно на этом месте располагалось Казанское Адмиралтейство. Казань была крупным губернским городом Российской империи для 18 века. Это раз. Во-вторых, Казань находилась в центре крупного региона, который на тот момент обладал огромными лесами, которые были как раз очень пригодны для строительства кораблей. Казань еще это и удобное расположение города, потому что нахождение его с одной стороны на берегу Волги, а с другой стороны, не находясь в непосредственной близости от Волги, и река Казанка является таким связующим звеном города с Волгой. И благодаря этому сюда корабли могли проходить как раз через это русло достаточно безопасно. Ну и кроме того, надо не забывать, что Казань уже на конец 17-го, начало 18-го века, уже здесь находилась Казанская верфь, на которой строились корабли. Казанское Адмиралтейство было крупнейшим в Российской империи. За 112 лет его существования было построено примерно четыре сотни кораблей. Казанские суда боролись с пиратами на Волге и Каспии, участвовали в Персидской войне и военно-исследовательских экспедициях. Большую пользу принесли не только империи в целом, но и Казани в частности. И это, конечно же, дало городу развитие. Здесь сосредоточилось, когда Адмиралтейство было построено и заработало, вся экономическая жизнь. Рестораны возникли, первые трамваи, наконные тяги, все возникли здесь, в Адмиралтейской Слободе. Жизнь здесь действительно била ключом. И затем здесь стали появляться предприятия большие, и пороховой завод здесь появился. Все это было здесь, в Кировском районе. И поэтому город действительно отсюда серьезно начал развиваться. И это прекращалось постепенно. На протяжении столетий водные пути были самым удобным способом добраться до Казани. Выбирали его и российские императоры. Тот же Петр I ровно 300 лет назад. Здесь он отпраздновал свое 50-летие. Провел в городе 4 дня. В память о его пребывании купец Иван Михляев соорудил храм во имя святых апостолов Петра и Павла. Петр I прибыл в Казань во время его знаменитого персидского похода. Ну и в частности, будучи в Казани, он осмотрел часть казенных мануфактур, которые были им зачаты в самой Казани. Это и суконная фабрика, ну и в том числе и вот как раз казанский адмиралтейство. Он здесь смотрел за тем, как ведутся дела на этих казенных фабриках, потому что они имели стратегическое значение для Российской империи. Бывала в Казани и Екатерина II. В середине 18 века прибыла сюда на галерии Тверь, путешествуя по Волге. По завершению маршрута корабль императрицы передали в Казанское адмиралтейство на вечное музейное хранение. Но пожар 1956 года уничтожил и галеру, и катер, на котором приплыл в Казань Павел I, чтобы осмотреть свои войска. Адмиралтейская слобода – это не только верфи и то, что с ними связано. В этой части Кировского района Казани буквально все пропитано историей. Хотя выглядят ценности порой неприглядно, как эта Макаревская церковь. Высокий забор с колючей проволокой здесь не случайно. Храм находится на территории СИЗО. Из-за высокого забора выглядывает проект первого епархиального архитектора Казанской губернии Федора Малиновского. Огромный в три этажа – это один из крупнейших храмов в Казани. Его возвели в начале 20 века как пристрой к более старому – 1712 года постройки. Храм 18-го столетия был настоящим украшением Адмиралтейской слободы. Созданный в стиле московского барокко, он первым встречал гостей, прибывавших в Казань по воде. Церковь чудом уцелела после революции. Над старой церковью надстроили еще два этажа. Верхние ярусы колокольни были снесены. Ну и, собственно, в новой церкви также расположился СИЗО. И большое пространство вот этого нового храма было разделено на три этажа. Силами проектно-реставрационной мастерской Казанской епархии и по финансированию самого ОФСИНа. Вот эти два этажа позднесоветские над старой церковью Макаревской были снесены, разобраны. И сама церковь временно законсервирована. То есть временная кровля была сделана, противорийные работы были произведены. И то есть вот на сегодняшний день ждем, когда СИЗО полностью освободит храмовые постройки, ну чтобы уже их позже передали православной церкви. Лучшая участь постигла храм великомученика и целителя Пантелеимона, который был построен при больнице. Церковь создана в нестандартном для Казани решении. Нео-готика с элементами византийских орнаментов, то есть такая эклектика, настоящая эклектика. Ее сделал Генрих Руш в свое время, который сделал дом Кейкина. Сейчас это действующий храм. С начала 2000-х открыта для прихожан и часовня Казанской иконы Божьей Матери и Серафима Саровского. Она была построена для Мариинской богодельни в XIX веке. Богодельна та опекала бездомных престарелых и малолетних сирот. Она существует более двух веков. Иконы здесь все у нас освещенные, они все намоленные. Люди приходят, ставят свечечки, молятся. Каждая икона по своей, как бы сказать, по своему горю, по своим обстоятельствам. И говорят, когда мы сюда приходим, вот мы помолимся, как бы поговорят с этими святыми. Они говорят, вот здесь такая благодать спускается, что прямо уходить неохота. На сегодняшний день в Казани исторических часовен практически не осталось. Это, наверное, только три. Это при Раивском подворье на Московской, это при Покровском соборе на Баумана. И, собственно, вот это третье. Когда у людей, опять-таки, не хватает времени на что, часовня – объект, в который всегда можно зайти по пути на работу, поставить свечку, помолиться. А вот мечетям Адмиралтейской Слободы повезло меньше. На Большой улице стояли две мечети XIX века. В одной из них работал им адресе. Но в советские годы мечети также были закрыты, но спустя время и вовсе разобраны. Мусульманское население Адмиралтейской Слободы – это одно из самых многочисленных после даже Татарской Слободы. Одно из многочисленных населений. То есть, если мы сравним даже в XVIII веке, то Адмиралтейская Слобода по численности не уступала населению Татарской Слободы. То есть, это те приходы, которые здесь формировались. Да, они были не очень богатые, но в то же время, надо сказать, что это одни из таких старейших приходов, которые формировались в городе Казань. Благодаря развитию судоходства Слобода быстро росла. К середине XIX века Волга стала одним из главных торговых путей империи, а Казань – одним из крупнейших промышленных центров. Адмиралтейка была густонаселенной, активной, шумной. Здесь работали фабрики и заводы. Чего только стоит мануфактура Ивана Ивановича Алафузова. Потом оккупический СИИ приехал сюда в 1856 году. Изучил состояние рынка и арендовал кожевенный завод. Это был один из первых таких ярких предпринимателей Казани, который собрал, эту промышленность запустил, снабжал материалом государственной организации, армию, флот. И здесь работало очень много людей. Для своих рабочих Иван Алафузов построил это – одно из красивейших зданий Кировского района. Здесь проводились благотворительные мероприятия, ставили спектакли. Однако уже с 1905 года в нем начали проходить митинги рабочих за речью, на которых те составляли пролетарские требования капиталистам – владельцам фабрик и заводов. А фабрик и заводов в Слободе было видимо-невидимо. Здесь появляется, например, одна из крупнейших мельниц купца Романова. Впоследствии она переходит к купцу Журавлеву. Кроме того, в Мералтейской Слободе располагалась, например, ткацкая фабрика Алафузовых, одна из крупнейших династий торгово-промышленных вообще в Российской империи. Кроме того, здесь находилась фабрика Локи, которая занималась ремонтом различных механических изделий в том числе. Все предприятия в 90-е годы в основном закрылись, все они остановили свою деятельность, в том числе и льнокомбинат, и фабрика ПОЖ первичной обработки шерсти. Все остановилось, все остановилось. И сегодня это все частично продается, эти корпуса, частично используются в аренду. Там молодежные музыкальные учреждения находятся, негосударственные коммерческие функции. То есть, ну, довольны сейчас в таком запустении. Фабрики и заводы положительно влияли на рост Слободы, но отрицательно на здоровье ее жителей, которые к тому же испытывали трудности с чистой питьевой водой. Даже в конце 19 века большая часть населения использовала воду из колодцев, озер и болот, а в них зачастую попадали промышленные отходы. К концу 19 века население Адмиралтейки выросло до 7 тысяч человек. Больше было только в Суконной Слободе. И в 1883 году здесь, наконец, открылась больница. Были в районе и собственные учебные заведения. Замечательно сохранилось и это здание. Тогда здесь располагалась первая в Заречье гимназия для девочек, известного казанского педагога Александра Пономаревой. Сейчас здесь тоже гимназия. Недавно мы нашли правнучку выпускницы этой гимназии, Вишнецкую Ольгу, которая передала нам копию аттестата Нины Викторовны Ильиной. В этом аттестате говорится то, что Нина Викторовна начала свое обучение в 1911 году, а закончила его в 1917. В то время в гимназии изучали закон Божий, русский язык, географию, математику, педагогику, физику, иностранные языки, такие как немецкий и французский, а также естественную историю. В гимназии помнят о прошлом. Здесь функционирует музей, в котором собраны предметы быта с конца 18-го столетия. Вот самая древняя ценность – это зеркало. Когда-то оно составляло часть приданного. В учебном заведении есть поисковая группа педагогов, которая собирает экспонаты у жителей микрорайона, а также учат своих воспитанников бережному отношению к истории. Кстати, здание школы – это памятник республиканского значения. Само здание гимназии было открыто в 1913 году. Оно было построено по инициативе Сергея Землянова, главы городской думы, также владельца пароходов и барж. В 1911 году он создал общество, в которое входили крупные промышленники и торговцы. За год он собрал 30 405 рублей и построил новейшую модель этого здания. Строил здесь Сергей Землянов и речное училище. Кстати, именно в Адмиралтейской Слободе появилась первая в Казани светская школа. Это было еще в 1718 году. Был в Слободе и собственный фотосалон уже в конце 19 века. И множество особняков, которые принадлежали семьям промышленников и купеческих династий. Одна из жемчужин района – дом купца Ивана Котелова. Котеловский дом уникален именно для Кировского района. В Кировском районе бывшей Ягодной Слободе здесь мало хранившихся памятников, старинных памятников хотя бы 19 века, а в 18 я уже и не говорю. А 19 век здесь вообще несколько домов таких. И сравниться, наверное, Котеловский дом может только с Илафузовским театром. Образец классицизма спрятан за фабрикой Илафузова. Двухэтажный дом построили в 1833 году по проекту Петра Пятницкого. Нижний, каменный этаж, был предназначен под контору. Верхний – для жизни купеческой семьи. А мезонин – под комнаты для слуг. Но если дом Котелова сохранился хотя бы в таком состоянии, то очень многое попросту утрачено. Как здание, в котором располагалась гостиница проходного общества «Меркурий». В ней останавливался Александр Дюма. В Казани он провел пять дней. Как писал сам Александр Дюма, здесь его никто не знал, но лишь в первый вечер, уже на следующий день, весь город узнал о приезде великого романиста. И здесь он был на расхват. Известно, что из Казани автор трех мушкетеров увез кожи и меха. А также впечатление, которое в виде путевых заметок опубликовал в своем журнале «Монте-Кристо» в Париже. Связана адмиралтейская слобода и с именем Максима Горького. Он работал здесь грузчиком. Бывал на этом берегу Волги и Федор Шаляпин. В 1890 году выходил к пристаням, искал работу, наблюдал за грузчиками и крючниками, которые пели «Дубинушку». Влекло это место очень многих казанцев, ведь здесь можно было увидеть Волгу. Много еще удивительных фактов хранит в своей истории адмиралтейская слобода. Когда мы готовили проект возрождения адмиралтейства, в первую очередь в архитектурном университете наша рабочая группа проработала линейный парк «Старое русло». И мы увидели, насколько это интересно. Эти 80 гектар – это 80 гектар парка возможного. Тот проект был разработан еще в 2013 году. Он прошел все экспертизы в республике и был направлен в Федеральное министерство культуры. На этом этапе история встала. Но сказать, что по возрождению района ничего не сделано, нельзя. Вложено в территорию адмиралтейской слободы много. Это, например, инженерные сети, канализационно-насосная станция построена на берегу бывшего русла Казанки, вот здесь, в Старом русле. Станция выпусков сточных вод построена. Организованная экореабилитация старого русла. Это тоже большие очень средства. Они там сотнях миллионов измеряются. А это значит, что история для будущих изменений заложена. Из грандиозных планов по возрождению адмиралтейки исполнен и ремонт театра Аллафузова. А из вновь созданного этот памятник у сада рыбака. Он посвящен мастерам той самой древней бешболты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok